Вот это вот вздулость, это все от сырости. У меня стена мокрая, вы пощупайте, у меня стена мокрая. Пол, стены, даже двери здесь все перекошено от сырости. Условия проживания в своей квартире демонстрирует Любовь Владимирова. В эту комнату в общежитии на Калинина девушка приехала две недели назад. С тех пор только и делает, что борется с плесенью, откачивает воду из подъезда да подклеивает обои. Виной всему соседствующий с квартирой Любови аварийный выход. Там расположены трубы, которые из-за старости постоянно дают течь. И подвал. Коммуникации там прогнили, вода застаивается по несколько месяцев. Она сочится вообще снизу. Ну и естественно, наверное, от этих труб. Здесь вода. Это две недели было тому назад. Она вот так стояла. Она вот так стояла. Каждый день жители этой общаги буквально рискуют жизнью. Из-за того, что подвал постоянно топит, заржавевший водопровод размещен под потолком по соседству с оголенной проводкой. Входные двери в здании из-за жуткого запаха плесени приходится держать открытыми. Поэтому свободным проходом регулярно пользуются бомжи, которые частенько устраивают тут гулянки. Ходить в общий туалет или душевые поодиночке, говорят люди, просто страшно. При этом все жильцы регулярно платят за капремонт и услуги ЖКХ. Ну вот дверь она вышиблена. Мы просили, чтобы ее поставили, ее не поставили. Люди нашли на помойке дверь и поставили в душевую дверь. У нас здесь ничего не делается. У нас все отваливается. Поглядите, вот. Все отваливается сами. Лавочку сами сделали. Сами. Они вообще ничего не делают. А мы же платим и за капремонт, и за квартиру. Я прихожу с работы, открываю унитаз. Вода течет полностью с унитаза. О своих коммунальных бедах рассказывает жительница другого дома, на семафорной. По словам Ларисы Маликовой, от прогнившей канализации страдает вся двухэтажка. Здесь чуть ли не каждый месяц из унитазов бьет фонтан с фекалиями. Здание 60-х годов признано аварийным в 2017-м. Из-за этого капитально ремонтировать здесь ничего нельзя, а косметический ремонт уже не спасает. Вот когда было два года назад, у них, короче, у всех из унитаза, у всех пошло банковно. Ну, там ужас был, что творилось. И когда уже всех начала поднимать, ну, тогда сделали как-то. Три машины вызвали, ну, как-то сделали. Нынче вообще ничего не могут сделать. Я не знаю, что делать. Они сказали, трактор будем вызывать, вот это делать. А как этот дом под снос? Говорят, делать мы ничего не будем. В мэрии о проблеме этих старых домов знают. Двухэтажка на Симафорной признана аварийной, но расселить людей должны только в 2029 году. Однако жильцы боятся, что до этого времени дом просто рухнет. В департаменте горхозяйства на этот случай предлагают людям жилье в маневренном фонде. А вот общежитие на Калинино не признано ни ветхим, ни аварийным. У этого дома есть управляющая компания. Это управляющая компания городская. Жители именно с этой управляющей компанией обязаны спрашивать, почему у них в доме такое состояние. Если управляющая компания не идет ни на какой диалог, если она не желает работать на этом доме, значит на нее нужно пожаловаться в стройнадзор. Служба строительного надзора выдает лицензию управляющим компаниям и она, соответственно, обладает полномочиями контроля и могут забрать лицензию той или иной управляющей компании, если она не выполняет свои обязанности. Вот только жильцы общежития на Калинино даже дозваниваются до своей управляющей компании с трудом. У меня квартира находится около этого. Вы подавали уже заявку? Да, я подавала заявку. Вы с этого и начинаете. От вашей квартиры, да? Да. А если на звонки и отвечают, конечного результата люди не дожидаются. Если уж сантехников не присылают больше недели, то что уж говорить о ремонте всего дома. Виктория Столярова, Николай Чистяков, Новости ТВК. Новости ТВК.